Когда вы в последний раз заходили в ВК? 5 минут назад, 15, 25? Если вы хоть немножко похожи на меня, вы посещаете эту социальную сеть с жуткой, жуткой регулярностью. Иногда каждые 5, 7 или 8 минут. Если же вы не из таких людей, если же вы осознаете, что у вас вообще ни капли интернет, или же от социальных сетей зависимости, да, никакой нет, вы можете смело пропустить этот видеоролик. Однако, если вы чувствуете, что в социальных сетях вы проводите действительно много времени, я бы хотел, чтобы вы это видео посмотрели. На самом деле, тему информационного голодания я уже поднимал в одном из своих прошлых видеороликов. Ссылка в описании. Но буквально на днях я прочел статью одного американского блогера по имени Эндрю Салливан, в которой он рассказывает о том, как относится к теме, по сути, информационного голодания, как он сам эту технику попробовал, и что он, в принципе, думает о засилье социальных сетей в нашей с вами повседневной жизни. В этой статье было приведено довольно много любопытных аргументов, о которых я не задумывался, и которые навели меня на собственные размышления. Поэтому, друзья, я бы хотел в этом видеоролике поделиться с вами своими измышлениями по поводу этой статьи в частности, и темы информационного голодания, или, наоборот, присыщения в целом. И начать бы хотелось с ежедневной такой рутинной процедуры входа в социальные сети. Я уверен, многие из вас, ну, раз вы остались смотреть этот видеоролик, берут с утра мобилку свою и врубают себе режим просмотра всего-всего-всего. Это и новостная лента ВК, это и на ютубчик зайти и посмотреть, что клевые видеоблогеры успели выложить, да, топовые наши товарищи. Это и Инстаграм с его как обычным, да, скроллом через новости, так и новые Инстаграм-истории. Это и Твиттер для некоторых из вас, друзья. Это вот все-все-все-все-все. И особенность этой ситуации в том, что она, как мне кажется, лишает человека креативности. Когда вы, и я об этом уже говорил, действительно, в прошлом видеоролике, когда вы отказываетесь от социальных сетей хотя бы на небольшой промежуток времени, в голове вдруг наступает какое-то тотальнейшее просветление, и мозг начинает работать куда яснее, он начинает производить что-то ценное, и он начинает копаться сам в себе в каком-то смысле, да, то есть вы перекрываете ему один канал из постоянного джанк-фуда, и он начинает вдруг работать здоровее и более производительным в целом становится. Вот о чем еще мне хотелось бы заметить, так это о том, что, скажем, лет 10 назад в социальные сети, может быть, все больше там на Западе, но, в принципе, у нас в России тоже можно было тут же жжжечку, да, бложики почитать, они человека, конечно, увлекали, но увлекали стационарно. Вот ты пришел домой, засел за комп, на несколько часов в него погрузился, да, тебе бомбардирует информация какая-то, ты там смотришь, может быть, заранее полученные видеоролики и прочее, но это было стационарно, это было в рамках одного места. Но теперь, друзья, за счет вот этих вот прекрасных черных зеркал мы с вами можем где угодно оказаться в этой черной дыре постоянного поглощения информации и в любой момент совершенно поработали немножко, да, какое-то задание выполнили от босса полученное, бац, прочекали Инстаграм, сходили, покурили и тут же посвайпили ВКшечку. И так, таких примеров можно привести множество, но самое главное, это то, что с течением лет все больший процент людей обзаводится вот этими устройствами. И можно посмотреть статистику по Америке, выросла, да, раньше была, там, несколько лет назад, буквально одна треть людей, владеющих именно смартфонами, сейчас-то две трети всех американцев, у них есть смартфоны. По России, к сожалению, статистики нету, но я думаю, если вы обратите внимание и на своих сверстников, и на кого-то помладше или постарше, вы увидите, что смартфонов у людей все больше и больше. И это просто факт, мы оказались в условиях, когда нам гораздо проще получить доступ к развлекающей нас информации, нам стало гораздо проще получить доступ к волнам дофамина, которые приходят, да, генерируется, да, этот нейромедиатор, если не ошибаюсь, в мозгу, и мы с вами охренительно вроде как себя чувствуем. Это один пункт. Это, собственно, распространение вот таких вот устройств. А второй пункт, друзья, это то, насколько умело социальные сети выстраивают взаимодействие своего контента и взаимодействие между своим контентом и вами самими. Посмотрите, свежайший пример, далеко ходить не надо. Вконтакте недавно ввела, вот буквально пару дней назад, функцию автовоспроизведения видеороликов, загруженных на платформу. Соответственно, вы больше даже не должны кликать на видос, вы просто скорлите ленту, и вам информация из видео тут же бьется прямо в глаза, тут же ваш мозг оказывается атакован изображениями. Ну, там один клик, и сразу музыка теперь будет. И как бы это все что-нибудь дозначит. Это все значит, что понимание людей, которые занимаются технологиями, оно гораздо глубже вашего. Ну, понимание работы с, скажем так, с вашим мозгом. И, как мне кажется, вот она, главная проблема. Мы с вами зачастую не осознаем всех последствий, которые могут быть оказаны на мозг через социальные ли сети, через просто просмотр любых видосов. То есть мы с вами не задумываемся, мы с вами считаем, что это только позитивно, есть только хорошие новости. Вот мы можем, опять-таки, договориться о встрече с товарищами, но это, разумеется, через текст не звонить же, звонить сейчас вообще неудобно. Мы договариваемся о том, чтобы реально посидеть в кафешечке, садимся в кафешечку, ну, что нужно сделать? Ну, конечно, ответить на абсолютно все уведомления, которые придут нам на телефон. И, как мне кажется, это проблема, о которой нужно говорить, о которой в первую очередь нужно задумываться самостоятельно, потому что это довольно свежее, скажем так, влияние свежей технологической революции, которая так или иначе меняет наше сознание. И меняет, в первую очередь, то, как мы взаимодействуем с людьми. Задумайтесь об этом. То есть, опять-таки, да, приходим в кафешку, тот же, может быть, Старбакс или еще где-то, люди есть по олдскульному сидят и общаются там тет-а-тет, отложив в сторону телефончики, а есть те, которые пришли там вдвоем, втроем, и вместо того, чтобы взаимодействовать, чтобы шпрехать, они немножечко начинают утыкаться, вот просто смотрят и смотрят и смотрят без отвлечения. Это, как минимум, та вещь, о которой, как мне кажется, следует задуматься, да, нам с вами, как людям, разумным хомо сапиенсам, друзья. Вместе с тем, я бы не хотел, чтобы вы видели меня какой-то бабкой, да, какой-то старухой, которая раньше кричала про наркоманов обычных, а теперь кричит про наркоманов виртуальных, и которая говорит о том, что нет, полностью надо отказаться от социальных сетей, удались из ВК, удались из Инстаграма, не смей на Фейсбук там что-то делать, постить тоже оттуда, постарайся стереть всю свою инфу и не посещай эти сайты вообще никогда. Нет, друзья, об этом я не говорю. Я лишь хочу донести до вас следующую идею. Есть определенная опасность в том, что вы всю свою жизнь, и я всю свою жизнь, да, как-то беру и отдаю вот этим вот устройством и отдаю все свое внимание социальным сетям. Потому что эта штука, она, вот вся эта ситуация, она делает меня чуть меньшим человеком. Она лишает меня человечности. Ведь если я сижу за своим телефоном во время обеда, беседы с супругой, с моей, или же с товарищем каким-то, и вместо того, чтобы следить за мимикой человека, следить за тем, какие жесты у него или у нее, как меняется интонация, я тупо уставился в мобилу, свайплю, да, там, туда-сюда, скроллю ленты и не обращаю внимания на человека, и только лишь могу сказать, эээ, что? Уверен, у вас таких ситуаций было много, или же вы оказывались в ситуации по ту сторону, когда вы пытаетесь достучаться до человека, а он сидит в своей мобиле и ни хрена вообще не одупляет. Поэтому, друзья, надо об этом задумываться, как минимум надо задумываться. Также я бы хотел предложить свой собственный рецепт, если вы считаете, что, ну, какие-то подозрения у вас есть, да, действительно, на то, что у вас есть некая степень зависимости, попробуйте буквально на день, ровно одни сутки, 00-00, да, 00 следующего дня, взять и отказаться от соцсетей, ВК, тот же самый, Инста, Ютуб, вот, вот ничего. Можете оставить телефон, там, маме позвонить или папе, смс-ку, может быть, кому-то отправить, но попробуйте, просто попробуйте, я вас уверяю, мозг настолько освободится, он будет восхищен той тишиной информационной, которую вы ему предоставите, и я убежден, что этот опыт, он поможет вам лучше осознать себя и лучше осознать ту, ну, я повторю это слово, опасность, которую социальные сети и одержимость, и постоянная, вот, да, проверка апдейтов в себе таит. Вот и все, друзья, большое спасибо, что посмотрели этот видеоролик, я вам очень-очень благодарен, поставьте лайк, если понравилось, и, пожалуйста, поделитесь в комментариях, согласны ли вы с моей обеспокоенностью, или считаете, что она, целиком и полностью высосана из пальца, готов признать, принять, и такое ваше мнение. Вместе с тем, не забывайте, что сегодня 21 октября, и сегодня на Нетфлисе выходит новый сезон Черного зеркала, вот таких вот, вот про такие черные зеркала и про то, что они сделают с нами в будущем, будут авторы рассказывать. Еще раз большое спасибо за просмотр, друзья, получайте знания и делитесь ими. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok